СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА Хирургия, занимающаяся проблемами сетчатки и стекловидного тела, называется витреоретинальная хирургия. Немного более 10 лет назад Свет и Вит в этом регионе внедряют современную хирургию заднего сегмента глаза, внедряя один менее инвансивный подход с так называемой хирургией 2 из 5 и 2 из 3 калибра, который сегодня стал действующим хирургическим подходом в хирургии заднего сегмента глаза, что на самом деле представляет собой абляция сетчатки. Абляция сетчатки представляет собой одно состояние, нуждающееся в неотложной помощи, срочной в офтальмологии. Это фактически отслойка сетчатки от подложки, вследствие чего теряется функция зрения. Она бывает драматичной именно потому, что если ее не лечить, обязательно заканчивается степотой. Когда это случается? Существует несколько видов абляции. Одним из них является так называемая ригматогенная абляция, где в основе существует некоторый разрыв сетчатки, чаще всего являющийся последствием дегенеративных изменений, которые могут быть врожденными или возникшими в течение жизни, особенно у лиц, имеющих миопию, то есть высокую близорукость, и у которых структуры сетчатки являются более тонкими, где оболочки глаз остончены и склонны к таким ситуациям и к травмам. Потом, при наличии диабета и некоторых системных заболеваний, в которых появляются изменения во всей задней структуре, в стекловидном теле, частое кровоизлияние и пролиферации, на самом деле полоски, их можно назвать рубцовыми изменениями, которые рвут и тянут сетчатку и таким образом создают разрывы и следственная абляция. Третья группа вторичной абляции представляет собой гораздо более серьезные первичные патологии, типа опухоли и других системных заболеваний оболочки глаза, входящих в состав какого-либо системного заболевания, а которые могут быть и метаизменениями. Хирургия, которая занимается этой проблемой, ветреоретинальная хирургия, проводится под общей анестезией. Сегодня в очень комфортных условиях, благодаря этому современному подходу, который мы представили нашей отечественной офтальмологии. Самое важное – определить наиболее подходящий момент для операции, то есть лучше всего, если один пациент вернется, то есть придет вовремя. Если явится вовремя, значит, что он распознал первые симптомы, которые могут быть очень незлобливыми, в виде некоторых вспышек, ощущение флешинга, как бы сверкания молнии, ощущение света в глазу. И затем помутнение зрения, то есть ощущение, что спускается занавес, как часто пациенты это описывают. Это должно быть сигналом тревоги, требующий срочного офтальмологического обследования, тщательным осмотром структур сетчатки, то есть тщательным отследованием задних структур глаза. И если будет заметен разрыв, то есть место трещины на сетчатке. Срочное направление в центр, которое, может быть, сможет профилактически предотвратить момент возникновения абляции. Если упустить этот момент, жидкость из стекловидного тела неизбежно просачивается и приводит к дальнейшему ухудшению симптомов и проявлению настоящей клинической картины абляции сетчатки, когда операция становится неизбежной.